Здравствуйте, уважаемые телезрители. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому городскому округу информирует. За текущий период 23 года на территории Ленинского городского округа произошло 345 пожаров. Погибло 8 человек, 6 получили травмы. В период отопительного сезона причиной возгорания являются грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, а в особенности печного отопления, которое зачастую эксплуатируется с трещинами в дымоходах без разделок на сгораемых конструкции стен, перегородок и перекрытий, а также без притопочных листов. Оставленные над печами для просушки домашние вещи и другие сгораемые материалы также приводят к огненным трагедиям. Немало пожаров происходит из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, неисправного электрооборудования, самодельных электроустановок и перегрузки электросети. Самый распространенный электрический виновник – электрообогреватель – выгорит всего несколько метров в помещении, а последствия самые страшные – гибель людей. Соблюдение самых простых правил пожарной безопасности может спасти вам жизнь и предупредить пожар. Не следует оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям, располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на притопочном листе. Топить углем, коксом и газом печи, не предназначенное для этих видов топлива. Следует не забывать также и правила эксплуатации бытовых электрических приборов и установок. Опасно эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляции. Пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями. Пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов. В предновогодний период значительное количество пожаров происходит из-за нарушения правил использования пиротехники или использования некачественной продукции и прошедшие испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. Применение пиротехнических изделий запрещается в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линии электропередач, на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий, на территории объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков. Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия. Уважаемые родители, регулярно проводите с ребенком беседы о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. Разъясните, что при обнаружении пожара или признаков горения, задымления или же запаха гари, ребенок любого возраста должен знать, что необходимо немедленно покинуть помещение, сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по телефону 101 или 112. Рекомендуем установить в жилые помещения домов и квартир автономные дымовые пожарные извещатели, которые оповестят вас о возникновении пожара. Помните, предупредить пожар намного легче, чем потушить. Обезопасить свой дом от пожара значит не подвергнуть риску собственную жизнь и здоровью близких, не лишиться имущества. С вами был инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Никита Жуков. Всего вам доброго, спасибо за внимание.